В Москве состоялось заседание Совета глав государств Содружества независимых государств. В заседании принял участие президент Ехамалиев. Президент Российской Федерации Владимир Путин встретил президента Азербайджана Ехамалиева и других глав государств и правительств. Главы государств и правительств, участвовавшие в заседании, сделали совместные фото. Сначала состоялось заседание Совета глав государств СНГ в узком составе. Глава государства выступил на заседании. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, прежде всего хотел бы еще раз поздравить вас, Владимир Владимирович, с прошедшим днем рождения и пожелать вам доброго здоровья, благополучия, а дружественному народу России новых успехов и достижений. Недавний государственный визит президента Российской Федерации в Азербайджан еще раз подтвердил союзнический характер российско-азербайджанских отношений. Уверен, что реализация достигнутых договоренностей будет служить делу поступательного развития наших отношений в будущем. Пользуясь случаем, хотел бы пожелать успехов Имамали Шарифовичу Рахмону в председательстве Республики Таджикистан в СНГ в следующем году, а также с прошедшим днем рождения еще раз. Согласно решению Совета по гуманитарному сотрудничеству СНГ, город Лачин, восточно-зангизурского региона Азербайджана, объявлен культурной столицей СНГ в 2025 году. Лачин – один из городов Азербайджана, который на протяжении почти 30 лет находился под оккупацией Армении и был почти полностью разрушен. Сегодня город Лачин уже восстановлен. Здесь началась новая жизнь. Вернулись бывшие вынужденные переселенцы. Объявление Лачина культурной столице СНГ воспринято с большой благодарностью как лачинцами, так и всем азербайджанским народам. В следующем году в Азербайджане будут проведены третьи игры СНГ. Спортивной столицей станет город Гянджа. Соревнования также пройдут в более чем 10 городах Азербайджана. Хотел бы, пользуясь случаем, поздравить Беларусь с успешным проведением вторых игр СНГ. Опыт наших белорусских друзей и братьев будет очень полезен для нас в деле подготовки и проведения этого важного спортивного события. Через месяц Баку примет крупнейшее международное мероприятие – климатическую конференцию КОП-29. Мы рассматриваем единогласное решение около 200 стран о проведении конференции в Баку как знак уважения всего мирового сообщества Азербайджану. Уважаемые коллеги, сегодня будет принято обращение глав государств СНГ в связи с 80-летием победы в Великой Отечественной войне. При общей численности населения Азербайджана в тот период в 3 миллиона 400 тысяч человек на фронт ушло около 700 тысяч. На полях сражений погибло более 350 тысяч. 130 уроженцев Азербайджана получили звание Героя Советского Союза. В годы войны нефтяники Азербайджана поставляли на фронт более 80% нефти и нефтепродуктов, 96% масел для военной техники. Всё это было произведено в тот период в Азербайджане. Проценты к общему производству указанных продуктов в тот период в СССР. В Азербайджане производилось более 130 видов вооружения, боеприпасов и техники, в том числе знаменитые «Катюши» и истребители Як-3. В Баку функционировал 41 военный госпиталь, где прошли лечение 440 тысяч раненых. В марте 1942 года воины азербайджанской 416-й стрелковой дивизии, также известной как Таганрогская, приняли присягу и начали свой боевой путь на Северном Кавказе, который завершили в Берлине. 21 апреля 1945 года 416-я азербайджанская стрелковая дивизия, одна из первых, ворвалась в окраины Берлина. 2 мая бойцы дивизии под командованием полковника Рашида Меджидова водрузились знамя победы над Бранденбургскими воротами. Наш общий праздник победы 9 мая является важным фактором дальнейшего сотрудничества государств-членов СНГ. Азербайджан придает этому сотрудничеству большое значение и будет и впредь вносить свой вклад в дело укрепления нашего взаимодействия. Благодарю за внимание. Затем заседание Совета глав государств СНГ продолжило работу в расширенном составе. Президент России Владимир Путин заявил, что между странами СНГ реализуются взаимовыгодные проекты в различных сферах. Связи успешно развиваются. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выступил и зачитал совместные обращения к народам, сотрудничеству и мировой общественности по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Выступившая затем председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко рассказала о межпарламентских связях стран СНГ в предстоящей работе, намеченных проектах. Далее были подписаны документы. На этом заседание Совета глав государств СНГ завершило работу.